Ставьте плюсик в чат, что это хороший формат обучения и общения в том числе. Более того, выстраивание бизнес-процесса. Да, иногда мы встречаемся, да, мы где-то слетаемся, но это очень редко случается. Мы строим международный бизнес, находясь в разных точках земного шара, проживая, допустим, в разных странах. Ну, на примере вот я и Андрей. Мы сейчас запустили платежную систему, и очень скоро она уже выйдет у нас в рабочем режиме. А это очень серьезный бизнес. Это получение банковской лицензии. То есть платежная система как бизнес в целом, как бизнес-проект, это очень большая, сложная система, где задействовано много составляющих и много людей. Все они без исключения были задействованы онлайн. Я ни разу, ни с одним из партнеров, юристов, да, тех, кто нам делал лицензии, не виделся лично, ни я, ни Андрей, но этот бизнес запустился, и все через общение онлайн. Ну и, как вы знаете, да, избитый уже оскомину, гребаный этот коронавирус, очень серьезно, наоборот, усилил влияние онлайн обучения, онлайн общения, онлайн индустрии, онлайн бизнеса, онлайн развлечений, быта, получения каких-то эмоций. Сейчас даже посещение клубов, танцевальных клубов, кто любит, да, вот поклубиться, сейчас происходит через онлайн. Ты заходишь, у тебя там что-то мигает, ты тусуешься, общаешься. Даже онлайн клубы сейчас стали больше, лучше посещение концертов, посещение спортивных мероприятий, чисто через онлайн. Сейчас уже никто на арену, по сути, и не ходит. Еще раз повторю, вот этот коронавирус, то, что случилось в мире, это безумие, я считаю, а не сам вирус виноват, вирус вот здесь у людей. Подтолкнул как раз людей к большему развитию онлайн. Лично я пропагандирую онлайн, заработок, получение прибыли, получение удовольствия, получение обучения, развития через онлайн уже давным-давно. И сейчас, как вы видите, я оказался прав, и обучение онлайн приобретает все больше и больше формат. Ну и как вы знаете, мы, лично мы движемся вперед. Вот, да, наша компания, да, онлайн, но в то же время у нас есть реальный продукт на земле оффлайн. Это недвижимость, о которой мы сегодня и поговорим. Потому что сегодня вечер среды, это значит традиционная презентация жилищной программы. Кто готов, ставим пятерочку в чат, приготовим тетрадь, кубичку, блокнотики для того, чтобы все фиксировать и записывать. И мы, друзья мои, начинаем. Так, отлично, всем видно, всем слышно, все заряжены, это замечательно. Значит, будем с вами работать. Здорово. Явка отличная, 130 человек в вебинарной комнате, все прекрасно, все великолепно. Шутка на злобу дня, поднимите руку, у кого есть гречка. Потому что вот, ну, я панике этой точно никогда не поддавался и не буду поддаваться, чтобы не произошло, но вот, ну, у меня периодически, там, раз в неделю я закупаю продукты для всей семьи. Ну, у меня семья большая, как вы знаете, трое детей, вот, сюда маму перевез сюда, в Москву. И на всех закупаю продукты, прям целую машину, прям целый багажник, машина, джип привожу, продуктов и вот закупаю. Сегодня среда и традиционно я закупаюсь, поехал, короче, я на рынок, затем в пару супермаркетов крупных заехал, тю-тю, нету. Я впервые в жизни не купил некоторые виды каши, я не купил соль, потому что соль разобрали, я не знаю, что они там в кризис пытаются солить и, как ни странно, с трудом нашел туалетную бумагу. Вот. Причем здесь туалетная бумага и вирус, мне сложно объяснить. Ну, то есть я запасы не делал, вот оно у меня кончилось, я поехал купить пару пачек, а ее и нету. Это, конечно, безумие, да, шутка на злобу дня, тем не менее. Понимаем настроение и идем дальше, движемся вперед, друзья мои, еще раз. Тетрадь, карточка, блокнотики для того, чтобы фиксировать и записывать. У вас в магазинах есть? В Москве Марина практически нету нигде. Ну, это так, просто. Впечатления от сегодняшнего, да, впечатления от сегодняшней поездки. Маска, конечно, ни от чего не помогает. Вот эти масочники, это вообще люди, которые очень глубоко больны. Окей. Итак, друзья мои, вы сейчас видите меня на фоне дома вместе с людьми. Это старая фотография еще от 2016 года. В 2016 году, в самом начале, по весне, как только снег сошел, мы купили земельный участок и начали строить дом. Дом этот был по плану на строительство. Этот дом я начал строить со своим партнером Владленом Найбеновым, потому что у него был большой опыт в построении дач, загородных домов, уездных домов, да, то есть банк и прочее. Он хорошо умел строить. Когда-то он попал ко мне на одну из первых конференций, которые я проводил в Москве. Я выступал на сцене, проводил, работал с микрофоном. У меня было в районе 60 человек на тот момент учеников. И он сзади сидел, прямо сзади. И потом подошел ко мне в перерыве и говорит, я реально обалдел. Как ты умеешь выстраивать бизнес на недвижимость? Как ты можешь выжать максимальные деньги из минимальных квадратных метров? А из чего я начинал? Кто знает, поставьте плюсик в чат. Кто смотрел мои старые-старые ролики от 2013-2014 года. На YouTube все есть. Подпишитесь, посмотрите. Все абсолютно бесплатно для вас выложено. Смотрите, обучайтесь, меняйте свое мышление на мышление инвестора. Так вот. Он подошел ко мне и сказал, я хочу, чтобы ты поработал со мной. Вот я умею просто строить, а ты умеешь делать бизнес на недвижимости. Давай вот соединимся, сконнектимся и сделаем хороший бизнес. Мы сделали как словом, так и делом изначально свои инвестиции на первый дом. Мы привлекли от вот этих людей, которые вы видите на фотографии. Это люди, которые просто на доверии. У них не было ни компании Tires, у них не было ни швейцарской лицензии. У них не было, ну то есть, чтобы люди бы понимали риски. Да, вот у этих людей, которые на фотографии, у них этого ничего не было. У них не было трех с половиной лет безупречной работы. У них не было безупречной репутации. Им никто на эту сумму входа не давал никакого продукта. Даже никаких обещаний не давал. Более того, вход, да, то есть, вот когда мы скидывали с общими деньгами, был не менее миллиона рублей. То есть, миллион, два, три люди давали. В общей сумме мы набрали 16 миллионов и начали строить. Не было даже земельного участка. Не было дома, нечего было показать. Не было бизнес-моделя, не было ничего. Но было понимание бизнеса. Было репутационное доверие ко мне. Ну и, собственно, вот так родилась бизнес-идея. Это для того, чтобы вы сейчас понимали о рисках. Для того, чтобы вы понимали, ну, как бы в каком положении люди, инвестора иногда бывают. Когда я начал инвестировать в 2013 году, я работал на работе по найму. У меня параллельно были некоторые бизнесы. Там павильоны продуктовые, у меня маршрутные такси были. До этого у меня закончился микрофинансовая сеть, был бизнес. То есть, разные были бизнес-модели. Плюс я параллельно работал на работе по найму. И, когда я начал инвестировать, я брал большие кредиты. Ипотечные кредиты. Вам знакомо это страшное слово «ипотека». Так вот, одновременно, когда мы начали инвестировать, вот когда я лично начал, у меня было на мне 4 кредита, и я еще был в 5 кредитах как созаемщик. То есть, 9 ипотечных кредитов на одно физическое лицо. Кто понимает, ну, как бы, это я вам говорю сейчас о давлении, о рисках, которые пали на мои, ну, пусть не хрупкие, но все-таки на мои плечи. 9 ипотечных кредитов лежало на мне. И каждый месяц я должен был по ним платить. Безупречно. Это для того, чтобы вы понимали, ну, вот, для тех, кто, а, сейчас начну инвестировать в недвижимость, что ты мне там предложишь? А, я для того, чтобы вы понимали, как люди, не только я, я ни в коем случае не хвастаюсь, как люди в целом начинают, какие риски они на себя берут и в целом. Но, ответьте мне, пожалуйста, просто на один вопрос. Вот если вы сейчас лично, как физическое лицо или как индивидуальный предприниматель, один на один, вы, женщина или мужчина, в любом возрасте, в любого вероисповедания, захотите начать инвестиционную деятельность на недвижимости на самом надежном, самом консервативном виде инвестиции. Это правда. Да, это самый надежный вид инвестиции. Так вот, в какие суммы вы сможете уложиться самостоятельно, чтобы начать вот с чего-то? Миллионы, даже десятки миллионов рублей. Кто согласен, поставьте плюсик в чат. Ну, по-другому не бывает, это же недвижимость. Ну, то есть, ты же не сможешь взять 100 тысяч рублей и начать инвестировать в недвижимость. Ну, как бы, даже если это будут не свои, это будут кредитные плечи, или это будут созаемщики, вот как в моем случае, когда мы строили дома. Да, видите, вот люди, да, они скинулись, но эти же деньги по договорам займа прав я, на мне было займов на 16 миллионов. Понятно, да? То есть, это о рисках. Это для тех людей, кто сейчас, ну, так, знаете, сносничку, небольшую ремарку сделают. Те люди, кто вот мне пишут, звонят с небольшим таким лайтовым, расслабленным обращением, да, вот, а, ты что, а почему мы, а чем ты докажешь, а предоставь документы, а почему мы должны тебе дать денег, то есть, вот такая манера подачи информации, чтобы с тобой инвестировать там в зарубежную или московскую недвижимость. Сейчас давайте еще раз подчеркну, сделаю на этом акцент и расставим все точки на тки. Я это делаю очень часто и сейчас хочу еще раз. Почему? Потому что на этой неделе подобного тона обращений ко мне было несколько. Типа, подокажи документы, докажи, а какие мои гарантии. Так вот, в инвестициях гарантий нет никаких, никогда, в принципе. Да, то есть, когда ты инвестируешь, вкладываешь какие-то деньги, тебе кто бы что ни говорил, это блеф. Никаких гарантий нет. Дальше, напишите себе аксиому, инвестиции это всегда риск. Поставьте инвестиции, знак равно, риск, всегда, без исключения, кто бы что ни говорил. Есть минимальный, очень высокий, средне рискованный, но инвестиции это всегда риск, и я хочу, чтобы вы это понимали. Инвестирование в недвижимость возможно только с крупных сумм. Это могут быть ваши суммы, заемные суммы, суммы кредитных плечей, да, то есть, каких-то ипотечных, но это в любом случае крупные суммы, потому что недвижимость это дорогой продукт. Недвижимость это самый надежный и консервативный вид инвестиций. Все предприниматели, бизнесмены, чиновники, спортсмены, актеры, поэты, ценители искусства, у которых много денег, в большинстве своем, куда эти деньги прячут? Ответьте мне на вопрос. В своей стране, в зарубежных странах, на детей, на родственников, да, на дальних родственников, на подставных лиц пишут, если хотят отмыть деньги, куда они прячут эти деньги? Ответьте на вопрос сейчас в чат, напишите, как вы считаете, большинство умных и богатых людей прячут свои деньги в недвижимость? Естественно, пока они деньги большие зарабатывают, это могут быть законы, незаконные деньги, они их прячут в недвижку. Не случайно, это не глупые люди. Это не глупые люди, и вы это прекрасно понимаете. Для всех тех, кто говорит или пытается рассуждать с точки зрения инвестора, ну, они себя так считают, да, вот любят себя называть, те, кто ходит по финансовым пирамидам, те, кто инвестирует в интернете, пытаются рассуждать следующим образом. Так, недвижимость, допустим, мутитерина, дает мне 20% годовых на пассиве. Это мне 5 лет будут отбиваться мои деньги. Это долго, я не хочу. Я пойду вот в эту, в эту, в эту компанию, она мне будет давать 10, 15, 20, 30% в месяц. Они все деньги потеряют. Вы все деньги потеряете. Большинство из вас, кто сейчас находится в чате, у вас 150 человек, в большинстве своем деньги на подобных проектах потеряли. Я сейчас не буду просить поставить плюсик в чат. Я знаю, что это очень щепетильная тема, и она режет вам сердце, но это правда. Я терял в финансовых пирамидах, вы теряли в финансовых пирамидах, этого не надо стесняться, но это правда. Если кто-то сейчас вам расчесывает по ушам и говорит, что вот эта компания совершенно исключение из всех тех 10, в которых ты уже потерял или потеряла деньги, пойдем сюда положим и здесь мы точно отобьем, я вам обещаю, я вам клянусь, и вы это прекрасно знаете без меня, вы эти деньги потеряете. Кто бы, какой бы авторитетный человек вам чего не обещал, вы эти деньги потеряете. Все эти красиво написанные легенды о том, что это супер азиатский банк, о том, что это супер майнинговая оборудование, о том, что это супер перерабатывающий завод, о том, что деньги идут на транспортировку водных ресурсов, о том, что это идет в инвестиции Арабских Эмиратов с правительственной поддержкой. Все это блеф, все это вранье. Вы деньги потеряете. Я хочу, чтобы вы это понимали. И, собственно, изначально, когда у вас деньги на руках, или вы их накопили, или вы планируете куда-то что-то инвестировать, лишний раз включались в его критическое мышление. Я понимаю прекрасно, что все люди взрослые, все люди сознательные, скажете сейчас, не надо Тетерин меня учить, я и так знаю, я взрослый человек, конечно, я вас не учу. Конечно, я вас не учу, но, еще раз повторюсь, с людьми я работаю очень много лет. Как руководитель на наемной работе работал, и как консультант работал, тысячи людей через меня прошли, более 200 успешных кейсов по недвижимости только, это правда, это огромный опыт. Я знаю прекрасно, о чем говорю, я знаю прекрасно, какие люди. Я вот с ними общаюсь, встречаюсь. Ладно, вы меня сейчас через экран видите. Мы на живых конференциях встречаемся, и вот человек сидит напротив меня, он видит мои глаза, я вижу его глаза. Я объясняю, говорю, не надо, не неси, потеряешь. Да, да, Денис, ты прав, все. Что вы думаете? Естественно, теряет. Почему? Потому что самые сильные чувства, самые сильные эмоции, это не осознанность, не анализ, а страх и жадность. Все, вот страх и жадность. Когда паника, страх, все, человек все путает, теряет, вот вам. Сейчас пример, почему нет туалетной бумаги, гречки. Страх, да? Коронавирус. Да какой коронавирус, о чем вы говорите? Это разновидность гриппа, обычного гриппа, которого сейчас в мире в десятки, в сотни раз больше гуляет. От простого гриппа умирает людей больше, чем от корана, от корона гриппа, да? Корона гриппа и обычный грипп. От обычного гриппа больше умирает. Но мы почему-то не видим, чтобы от обычного гриппа сейчас все сметали туалетную бумагу, соль и перекрывали авиасообщение. От корона гриппа перекрывают. Почему? Страх. Ну а жадность? Еще раз повторю, если у вас будет выбор, и вы будете держать деньги в руках, скорее всего вы понесете финансовую пирамиду, потому что там обещают 20-30% в месяц, а не годовых. И вы скажете, что ну вот здесь стоят точно выигры. Если вы хотите о процентах, если вы хотите поговорить о прибыльности, мы можем сравнить маркетинг тайрус. Конечно, этого делать не стоит, потому что мы совершенно не, как не связаны с финпиамидами, но мы можем сравнить, посмотреть, и друзья мои, вы здесь все поймете. Давайте вопрос задам. Вот сейчас 150 человек, и сейчас будут абсолютно вот честные ответы. Скажите, пожалуйста, друзья мои, вот в кольце изи, медиум, хард или грант имеет, кстати, значение по сути, то есть вы время и эмоции тратите одинаково, когда заводите своих партнеров, закрыть первую двоечку за 2-4, да бог с ним, 8 недель, вот за 2 месяца, можно первую двоечку закрыть? Просто напишите, да или нет. 2 месяца, целых 8 недель у вас. Первую двоечку, 16 человек, всей командой. Можно закрыть или нет? Ну вот как вы считаете? Вы это, большинство из вас уже это проходили. Кто-то сейчас новенький регистрируется. Некоторые проходят за 2 часа, честно. Вот я когда вставал первый, ну за мной просто много людей, у меня много подписчиков, доверие, и там просто за считанный час закрылось. Я понимаю, за часы немногих получается, за недели немногих, но, ребят, за 6-8 недель вы закроете двоечку. Давайте посмотрим по цифрам. Тут ведь цифры, цифры не имеют никаких эмоций, цифры показывают сухой остаток, просто цифры. Вот смотрите, вот здесь 10 долларов вы завели, это немного. 10 долларов это, ну там 750 рублей. А на выходе вы уже имеете 30 долларов на руки, при том, что вы движетесь дальше. Вы уже уходите в троечку. Это 300%. Теперь давайте посмотрим компанию, которая даже, даже обещает нам 10% в месяц. 10% в месяц это 120 годовых. Компания, которая обещает 10% в финн-пирамиде, она год не проработает. Но даже если проработает, мы вернем свои плюс 20% сверху. За год. Чтоб нам заработать 300% в финансовой пирамиде, это просто по маркетингу сейчас мы с вами прикинем, нам надо 2,5 года. Финансовая пирамида 2,5 года не работает ни одна. Ни разу. В мире не работала. Здесь ты за 8 недель забираешь 300%. Не устраивая с 10 долларов, я прекрасно понимаю, я сам максималист. 50. Вот здесь 50 завел, все те же 150 в 3 раза больше забрал, это 300%. Кто согласен, поставьте троечку в чат. Вот здесь со 100 долларов в харде начал, 300 забрал. И еще раз повторяю, никаких виноватых, потерявших, да, не будет людей, которые тебя будут проклинать, которые будут оплакивать эти деньги. Никакого негатива, один позитив. Это просто взаимный обмен, это матрица. Вы заходите, да, друг к другу. Вот, трех привел, вот эти 3 по 10, твои 30. Те 3 еще по 3 по 10, вот они по 30 забрали. Все просто, взаимообмен между партнерами. Ну и, друзья мои, в грант ты заходишь на 1000, а забираешь трешку. Все то же самое, простая мотивация. И уж двоечку-то, господи, боже мой, закрыть это реально. Просто как два пальца ударить об асфальт. Четверочка, совершенно другое, интересное. С 10 долларов в четверочки вы получаете уже 100 долларов. И таких очень много. А в медиуме вы получаете 500 долларов с 50. А в харде вы получаете 1000 долларов. Ну и в гранде вы получаете 10 тысяч долларов. Это 750 тысяч рублей. Четверочки. В шестерке вы получаете изи 900. В медиуме 4 с половиной тысячи. В харде 9 тысяч долларов. В гранде, внимание, вдохнули, 90 тысяч долларов. 90 тысяч долларов. 7 миллионов рублей. Это на шестерке. На восьмерке вы получаете в изи с 10 долларов 3000 баксов. С 50 долларов 150 тысяч баксов. С 100 долларов 300 тысяч баксов. То есть 30 тысяч баксов, да? И с 1000 долларов 300 тысяч долларов. Ну а с десятки, ребят, здесь вообще совершенно, да, да. Ну плюс еще есть вознаграждение, да. Сейчас об этом тоже, Ольга, поговорим. И в десяточке вы забираете 72 тысячи, 360 тысяч, 720 тысяч. И, внимание, внимание, и это правда. 7 миллионов 200 тысяч долларов. С десяточки. С 1000. И все это считается. Все это очень легко считается и смотрится. Это, что касается маркетинга и сверхприбыли. Ну, для всех тех, кто гонится и думает, так, вот у меня есть сумма, куда ее вложить? Давайте посмотрим, что у нас происходит с жилищной программой. Вы еще раз посмотрели на мой дом, вы посмотрели, что здесь прекрасные квартиры, студии. Вот так они выглядят. Это 8 на первом этаже и 8 на втором этаже. Замечательные квартиры, студии по 18 квадратных метров, которые оборудованы абсолютно все. Вешалки, входная группа, натяжные потолки, две точки освещения. Нет, девяточки. Есть гуля у нас в девяточках люди. Я думаю, десяточку гуля, но месяца через 3-4 у нас уже первенцы закроют. посмотрите, баркет на полу, натяжные потолки, хорошая зона приема пищи, зона отдыха, раскладные диваны, столы, табуреты, новые холодильники, обеденная группа, кухонный блок, умывальники, чайники, плитки, вытяжки, хороший санузел, в качественной плитке, бетонная стяжка с пола до потолка, неплохая сантехника, и вот так дом выглядит, если посмотреть на него с улицы. Плюс интернет, плюс собственная система добычи воды, две собственных скважины, накопитель, очистка воды, фильтрация, собственная канализация, которая вывозится, закрытого типа, без запаха, закрытые баллоны, которые откачиваются раз в полгода. Собственное увеличенное энергопотребление на 40 кВт, прекрасные пятикамерные окна, и вот такой дом, если на него посмотреть с улицы. И скажите, вот как раз умение Владлена строить и умение Дениса Тетерина выживают максимальные метры. Здесь 16 квартир, вот в этом доме. Согласитесь, если с улицы посмотреть, первым взглядом, ну вот так, обывательским взглядом, скажем так, не скажут, что здесь 16 квартир. Кто согласен, поставьте плюсик чат, а здесь их 16. Здесь их 16 квартир, здесь есть, видите, парковочное место, специально асфальтированное для наших постояльцев. И, друзья мои, по деньгам тоже давайте посмотрим. Если мы сами построим такой дом и в Подмосковье будем сдавать, его снимут в аренду. Это хорошее место, 8-10 километров от МКАД. Полчаса на электричке и ты попадаешь на кольцевую ветку метро. Станция Киевская, станция Белорусский вокзал и Павелецкий вокзал. Вы прекрасно понимаете, москвичи, о чем я говорю, да, то есть ты попадаешь, по сути, на Садовое кольцо за полчаса от 28 до 34 минут чистого пути на электричке. Электрички идут с интервалом в 6 минут. 6 минут. Очень, очень легко. Так вот, друзья мои, давайте посчитаем и посмотрим. Если бы мы построили просто дом и сдали его одной семье, его можно сдать за 100, за 120 тысяч рублей. Больше не получится, 150 тебе уже никто не даст за такой дом. За 100, 120 его большая семья снимет. Мы делаем 16 квартир в студии, по сути, тратим те же самые деньги. Еще раз давайте посмотрим, как это выглядит. Делаем там гостиницу, сдаем ее в аренду, друзья мои, и потихонечку, полигонечку берем по 20 тысяч рублей с каждого постояльца. 3 тысячи рублей уходит на свет в воду обеспечения оплаты гувернанта и 17 тысяч рублей падает нашим собственникам. То есть, если этот дом самостоятельно построить, а я их строил самостоятельно, то этот дом приносит на гора 310-315 тысяч рублей в месяц чистыми. Как вам доходность? С одного вот такого дома 310-315 тысяч рублей. Это очень неплохой доход. Если мы говорим о собственниках, то собственники получают 18 тысяч рублей в месяц. Это 204 тысячи рублей в год. Ну и давайте посчитаем, что у нас касается маркетинга. Здесь вход не 600, а 800, потому что у нас включилась реферальная программа, это старые слайды. Но при входе в 800 вы забираете на 800 wellness бонусы. Кто это знает, поставьте плюсик в чат. То есть, 800 долларов вход на эти же 800, на эту же сумму вы тут же получаете свои wellness бонусы, на них покупаете товар. То есть, биологически активные товарки вы на эту сумму покупаете в подарок. Просто так. То есть, вы купили товарку и как бы в подарок заходите в жилищную программу. По всем трём мы сейчас с вами посчитаем. Давайте. 800 заходим, 200 сразу входит на ревку и обеспечение дома и 600 проходит по маркетингу. 600 плюс 600 плюс 600, 1800. Кто согласен, плюсик в чат, просто ставьте плюсики, чтобы я понимал, что вы вместе со мной считаете. Затем мы выходим вот сюда. 1800 плюс 1800 плюс 1800 5400. Возьмите калькулятор, посчитайте, вы тоже всё поймёте. И, друзья мои, по 5400 трижды это 16200. У нас есть обязательства автореинвеста. Мы опять вот сюда возвращаемся, встаём не своими деньгами. Свои деньги мы никогда больше не тратим. Мы один раз покупаем товарку на 800 долларов, 600 возвращается опять на новые круги проходит и у тебя на руки получается 15600 долларов. Сейчас курс очень серьёзно подрос, а мы как работали в долларе, так и работаем. Поэтому на секундочку, сейчас это 1 миллион 300 тысяч рублей. Кому это нравится, поставьте плюсик в чат. То есть ещё раз объясняю. Для всех тех, кто новенький, для всех тех, кто старенький, но почему-то не может донести информацию до своих клиентов, потенциальных клиентов, до своей первой линии. Вы покупаете, ещё раз повторю, вы покупаете биологически активные добавки и в подарок, закрывая три трёхместных матрицы, вы забираете себе 1 миллион 300 тысяч рублей. Без никаких. То есть я даже комиссии с вас не возьму. Ни одного доллара. Нигде, ни на одном шаге вы никогда в жизни больше ни одного цента никому не заплатите. 15600. Хотите долларами, хотите рублями, хотите биткоином, но проблем. Вы забираете себе эти деньги, низко кланитесь, записываете хороший отзыв, и я вам благодарен. И если у новичков возникают мысли, а кто уже это сделал, неужели это всё действительно возможно 25 раз, 25 раз, я повторяю, у нас люди уже закрыли жилищную программу за время её существования. Это очень хороший результат, кто согласен, поставьте единичку в чат. Цифра 1 в чат, кто согласен, что да, 25 раз это показатель. Это людей, женщины, мужчины разных возрастов, с разных регионов, с разных стран, в конце концов, забрали, закрыли, победили, низко покланялись и, собственно, довольны и счастны. Если, да, можно в ВНЛ, без проблем, Ольга, можно в ВНЛ, вы опять-таки эти деньги берёте и просто покупаете ВНЛ на эти деньги. Всё, он потом отрастает и свой миллион 300 вы превращаете в 2 миллиона 300, в 3 миллиона 300. Здесь ограничений никаких нет. Это свободное рыночное отношение. Окей, правильно Галина говорит, потому что там уже на выход несколько людей у нас сейчас стоит. Это первый вариант. Второй вариант, вы забираете ту самую квартиру-студию. Вот эту замечательную хату вы себе забираете. Мы подписываем догон купли-продажи. Я вам её не дарю. Вот эти 15600, вы даете мне, я их себе забираю. Дома оформлены на мне. Мы подаём документы в рекпалату и через регистрирующие органы официально вы получаете через 2 недели свидетельство права собственности. Первое на жилую площадь, второе на земельный участок. То есть у вас два свидетельства права собственности. На кусок земли подмосковной дорогой и вот на эту квартиру. Что с этой квартирой? Опять-таки решаете вы. Конечно, лояль. Не так, что вот я собственник, пришёл, шашкой всё тут помахал и всё развалил. Нет. Это бизнес. Все наши дома, которые у нас есть, у нас в фонде 5 домов. Они все заселены. В них везде живут постояльцы, это правда. Живут в долгосрок. От полугода и с дальнейшей пролонгации некоторые с первых дней как заехали, так и живут. Есть некоторые квартиры, в которых арендаторы вообще не выезжали, живут. И они довольны, чистые, приятные, опрятные и пусть живут, дай бог. Так вот, если вы становитесь собственником, мы находим момент, время, когда съезжает человек, хотите, заезжайте сами, усилите детей и сами заезжайте, что хотите делать. Не хотите продолжать вести бизнес вместе с нами, окей, без проблем. Если хотите вести бизнес, мы всё оставляем как есть, арендатор продолжает платить, вы получаете деньги себе на руку, свидетельство права собственности. У вас есть, гувернанты живут на этих студиях, они следят за всем, то есть вы не паритесь о смене лампочек, смене починить, протекает труба, смеситель починить и прочие-прочие мелочи, всё это делается, потому что, ещё раз повторю, соревнования мы берём двадцатку, а вам отдаём 17. 3000 рублей это как раз есть обменный фонд в нашем доме. Всё, вот так строится бизнес. И, если посчитать от суммы входа 800 долларов, да, это там 53 тысячи рублей, то вы забираете 204 тысячи рублей, это 400 процентов. С 53 к 204. 400 процентов годовых. На недвижимость, кто согласен, что это очень круто, поставьте восклицательный знак. 400 процентов годовых. Столько даже финансовые пирамиды не обещают, столько даже МММ свободе не обещал, а тут не обещают, а вы действительно их получаете. Почему? Потому что это реальный бизнес, то есть здесь просто арендаторы живут, платят ренту, ты её забираешь как собственник. Здесь всё очень просто и понятно. Тебе здесь никто не перекручивает из общего бюджета, да, то есть здесь просто получаешь от реального бизнеса деньги. Но, друзья мои, это если бы вы эти 800 отдавали, вы на 800 забираете тайру с лены с бонусом и по сути в жилищную программу вы встаёте с нулём доллара. Вы ничего не платите отдельно за жилищную программу. Более того, по реферальной составляющей, потому что мы знаем, что здесь рефералка в три линии, по реферальной составляющей лежит с первой линии. Проходя все три круга, все три стола, вы забираете, внимание, 800 16 долларов за время прохождения московской жилищной программы, вы забираете себе на руки чистыми деньгами. На 800 купили товарку, бесплатно встали в жилищную программу, по итогу забрали ещё плюс 816 долларов и по итогу в победе забрали 1 миллион 300 тысяч рублей. Вот теперь давайте вернёмся к нашему первому слайду и вы помните, с чего я начал сегодняшний геминар. О рисках. Какие риски были у меня, когда я начал инвестировать в недвижимость, когда я брал на себя миллионные обязательства. И какие риски сейчас есть у вас или их нет совсем, потому что вы вместе с нами, используясь нашим опытом, нашей лояльностью и действительно самым щедрым маркетингом в мире, мы осознанно с Андреем на это идём, потому что наша задача просто весь рынок захватить. Прям захватить. И мы это сделали. Рано или поздно. И четвёртый год мы это делаем. И мы ни разу не сменили маркетинг, не задержали выплаты, не заморозили вообще ничего. Были хакерские атаки, были тяжёлые времена, было полтора года даунтренда рынка, крипты. А вы помните, что в жиличку многие заходили за биткоин, и мы в любом случае всем без исключения партнёрам выплатили сто процентов денег в тот же день, как они закрылись. И по основному маркетингу, и по байльной системе, и по жилищной программе, и по нашим статусным вознаграждениям. Если это так, поставьте плюсик в чат, я хочу, чтобы понимали, 160 человек в вебинарной комнате, чтобы не быть голословным, да, то скажут, что-то там Денис Титерин придумал. Вот и всё. То есть это цифры, никаких эмоций. Можно любить меня или недолюбливого. Любить Андрея или недолюбливого. И не имеет значения. Самое важное, как мы делаем свою работу и выполняем обязательства перед партнёрами. И вот на этом строится жилищная программа. У нас есть основной продукт. У нас есть инвестиционный холдинг, зарегистрированный в Швейцарии. Мы на это потратили более 100 тысяч долларов, чтобы зарегистрироваться в Швейцарии и получить финансовую лицензию. Наш круг деятельности и вид бизнесов сейчас, ребят, ну, пальцев на руках не хватит. В том числе и пассивный доход. В том числе и собственный токен. В том числе и собственные акции. В том числе несколько бизнесов, которые дают дивиденды по этим акциям. В том числе хороший продукт в виде недвижимости. Это понятный продукт. Это отличный продукт. Сотни партнёров ездили на эти дома, смотрели, пиарились, снимали видео, фото и так далее. Это тоже правда. У нас есть турецкая жилищная программа и принцип здесь тот же самый. Когда-то мы решили, поехали. Вот, посмотрите, свидетельство собственности. Я ведь сначала всё делаю на себе сам, а потом предлагаю вам. Мы купили, вот, пожалуйста, вот квартиры, вот их площадь, вот их цена, вот их собственник. Мы купили, мы сдали в аренду, мы посмотрели, как это всё работает. Мы нашли лучшего застройщика. Напрямую вышли без единого посредника на застройщика компанию Кона Конструкшн, вот её генеральный директор, миссер Ниша. Можете в интернете почитать, посмотреть открытые информации. И они официальный наш партнёр. И у них на сайтах есть официальная ссылка на то, что тайрус их официальный партнёр. Мы начали строить дома, у вас есть возможность инвестировать. Это фотографии реальных квартир, которые сдаются в аренду в Турции. Приносят мне круглогодично деньги. Не просто в сезон, а круглогодично. Могут приносить и вам. У вас есть возможность такую квартиру себе приобрести. Со входом в 3000 долларов, давайте посмотрим маркетинг, как и в Москве, всё то же самое, только рефералки нет. Потому что вход большой. Со входом в 3000 долларов, друзья мои, вы на выходе будете иметь 54 тысячи долларов. Три, конечно, обязательный реинвест. И 51 тысячу долларов, посчитайте, сколько это на русские деньги сейчас. Это реально много, почти 4 миллиона. 4 миллиона рублей вы себе забираете. Вы, мы вам покупаем вот такую квартиру. Вот образец договора. Вот сколько она примерно стоит. Я за 52 купил. То есть в этом районе мы вам берем хату. Она выглядит примерно вот так. Это реальные фотографии, еще раз повторю, и настоящие. Вот я прям просто заходил и фотографировал. Вот моя мебель, вот мои квартиры, вот они сданы. Вот я, панорамные окна. Так открываешь, первая линия. Тут же море, гранитная столешня. Действительно, квартиры выполнены очень хорошо. Гранитные полы, классное двухуровневое освещение. Там в потолке вделаны очень современные красивые квартиры. И, друзья мои, вы начинаете просто обладать квартирой в райском уголке. Вот той квартирой, о которой вы всегда мечтали. Можете ездить в семье, отдыхать, можете сдавать в аренду, по аренде. Я уже вам рассказывал, еще раз повторю, не в сезон я сдаю за 600. В сезон у меня 1000-1100 евро. Это по ценам, ну вот на секундочку вы будете получать свои 80 тысяч рублей в месяц с этой хаты. Со входом в 3. Для кого был вход в 3 многоват, еще раз повторю, 3 это не то, что ты кому-то там платишь, ты на эту сумму получаешь wellness бонусы, да, то есть ты продукцию на 3 тысячи долларов покупаешь, а здесь ты платишь 0, 0 долларов, как и в московской, все то же самое. За 0 долларов ты получаешь 4 миллиона рублей на выходе, 51 тысячу долларов, либо ты забираешь деньги, либо мы тебе покупаем квартиру на эти деньги, и она сдается в аренду, приносит тебе 600 зимой, 1000-1100 летом. Как вам такая идея? Если нравится, поставьте пятерочку в чат. Мы пошли чуть дальше и решили построить собственные дома. Еще раз повторю, я никогда ни от кого не зависел и не привык это делать, вы это знаете, это не просто громкие слова. У нас есть квартиры, да, есть номерной фонд, который мы у Kona Construction покупаем для вас по маркетингу. Хотите инвестировать, тоже можете заходить, есть такая возможность, она есть и на сайте, можете заходить, инвестировать, мы вкладываем в строительство домов. Я их строю на свои деньги и ни от кого не завишу. Захотите, зайдете, не захотите, я дострою, сдам аренду. Вот этот дом строится за 7 миллионов евро. Только не округляйте глаза и не думайте, что там Тетерин Балабол, я в своих чатах и договора, и чеки оплаты неоднократно показывал. Кто видел, поставьте плюсик в чат. Ну, то есть, кто думает, что там нет у меня. Есть. Этот дом стоит 7 миллионов евро и второй дом вот здесь, вот он, он 2 миллиона 100 евро. То есть, 9 миллионов, чуть больше 9 миллионов евро собственных денег я вложил. Это заработанные деньги, честные деньги, мои деньги, которые я много лет зарабатывал своим трудом, своим нестандартным мышлением, которые я прячу в недвижимость. Почему? Потому что я верю в недвижимость, потому что я люблю ее, я хочу ее. И она приносит мне хорошие доходы, благополучие и уверенность в завтрашнем дне. Мне, моим детям и моим внукам. Вот это очень важный вопрос, который всегда меня мотивировал, если касается мотивации, да, который всегда заставлял меня вставать утром, принимать жесткие решения и действовать несмотря ни на что. И это тоже реальные фотографии. Вот это, допустим, фотография, друзья мои, я в подъезде стою. Ваш подъезд выглядит подобным образом. Обычный лестничный пролет в обычном доме. Конечно, это элитный дом. А это выход из подъезда. Вот так выглядит в подъезде. А это мы находимся на третьем этаже, а вот там, по стрелочке я показываю, бассейн внизу. Прямо можно с окна панорамного открыть и прыгнуть в бассейн. Как вам такое? И это не мечта. Это не у кого-то там далеко в кино или в жизни, но не в моей. Это реальность. Прямо здесь и сейчас. И по сути, друзья мои, вы можете здесь стартовать очень легко. У вас есть Тайрус, у вас есть Денис Тетерин, Андрей Зайцев, которые большой путь проделали, которые все шишки, потерю денег, нервы и прочее, вот этот опыт, тяжелый опыт, негативный опыт, уже приобрели и заработали. Сейчас для вас чистая платформа. Чистая прибыльная платформа, лишенная абсолютно всех, всех шишек. Вам не надо наступать на виллы и набивать себе шишки. Все готово. Если хотите, еще раз повторю, работайте с нами. Если не хотите, не работайте. Здесь нет никакой зависимости. Наш маркетинг, матричный маркетинг, он не убиваем. Мы работаем четвертый год, еще будем работать 10, 15, 20 лет, сколько захотим. Будем эту компанию передавать своим детям. Вы это понимаете? Что у нас нет зависимости. Будете вы приходить? Не будете. Будете активно работать или продолжать сидеть и киснуть. Да? Эти дома мы достроим. Я их сдам в аренду и буду получать деньги. Хотите вместе со мной? Хотите дом, квартиру? Две, три, пять квартир в этом доме? Без проблем. По своим же ценам вам все отдаем. Не хотите? Тоже ваш осознанный выбор. Но, друзья мои, еще раз повторю. У вас здесь вход ноль, а выход 4 миллиона долларов. Если для вас 3 тысячи, покупка на 3 тысячи долларов, wellness бонусы, единоразового, большая и дорогая, у нас стартовала турбопрограмма. И вчера на новостях компании мы хвастались. По турбопрограмме, друзья мои, у нас 3 человека получило по 12 тысяч долларов. Несколько человек, по-моему, 8 получило по 8 тысяч долларов. И человек, наверное, 25 получило по 4 тысячи долларов. Со входом в 500. Вход 500, выход 4 500. Трешка идет в турецкую недвижимость, 1000 идет как раз в грант, который мы сейчас с вами видели. Который на втором козелечке уже дает 3000 долларов. 300 процентов. От 2 до 8 недель все без исключения партнеры подтвердили, можно закрыть двоечку. Покажите мне хоть одну финансовую пирамиду, в которую вы, безумцы, тащите деньги, которая вам даст сейчас такую возможность. 300 процентов за 2 недели. Нигде и никогда никто не даст. А здесь ты понимаешь, что это не из кубышки, не просто из кассы что-то там выплачиваться будет. Это перераспределение денег между партнерами. Ты понимаешь, что здесь заходит ровно столько, чтобы хватило тебе на выплату. Здесь 100 процентный маркетинг. И вот это очень важно понимать. И когда вы это осознаете без эмоций, когда вы сядете со своими людьми, со своей первой линией, со своими коллегами по работе, родственниками, негативно настроенными, которые сейчас не верят и говорят, я не пойду в интернет, все это неправда. Когда вы сядете и посмотрите, что вы инвестируете в швейцарский холдинг, а в швейцарском холдинге просто отдавать деньги нельзя. На эти деньги что? Вы покупаете товар. Вы вообще не проигрываете. Здесь нет ни одного негативного. Ни одной ловушки в принципе нет. Вы на эти деньги приобрели разово на 100 процентов товар. Хорошие, качественные, биологически активные добавки. Не прикрытия, а действительно хорошие БАДы. На которые есть все лицензии, патенты, разрешения, лабораторные исследования и прочее. Вы получили, продали, сами употребили часть и пошли бесплатно в турецкую жилищную программу, в московскую жилищную программу. Работаете активно, по умолчанию за вами люди приходят, покупают товарку и также встают, регистрируются. Вы уже не впариваете, не продаете бизнес места в жилищке. Вы просто продаете товар. Хорошие, биологически активные добавки. Люди встают, получают. Ну и вчера в чатах также поздравляли Андрей Зайцев, так как он у нас впереди стоит по маркетингу, закрыл первую турецкую жилищную программу. 54 тысячи, три на авторе инвест, 51 тысячу долларов. Он забрал аплодисменты, восклицательные знаки. Это круто. Ну вот, на секундочку, для всех тех, кто думал, что жилищка невозможна, московская, у нас уже 25 раз закрыли, что турецкую невозможно, это долго и, наверное, в другой жизни. Да нет. И все те, кто ходит по компаниям разным, так их назовем, и где администрация этих сайтов, ресурсов все время меняет маркетинг, так называемый ребрендинг, перестройку, обнуляет весь прогресс своих партнеров, это просто мошенники. А мы четвертый год втрою, у нас люди как закрывали, так и закрывают. У нас есть люди в маркетинге, и мне лидеры не дадут соврать, которые реинвестных колечек реинвестных закрывали ну по 45, 48, 50 раз. Представьте, с 10 долларов ты зашел, еще раз повторю, ты 10 долларов один раз в жизни внес. Не каждый раз по 10, а один раз в жизни. И 50 раз, если со мной согласны лидеры, поставьте плюсик в чат, 85, Лариса пишет, представляете, 85 раз с 10 долларов ты получил по 30. Как он такой? 85 раз по 30 долларов с единоразового входа в 10 долларов. теперь потратьте неделю, перелопатьте весь интернет, включая Азию, Бразилию, Америку, Канаду, Индию, Китай, кого угодно. Найдите мне подобный маркетинг, найдите мне более щедрый маркетинг, где все деньги на руках у партнеров. Все. для вас сегодня работал я, Ленин Стетерин. Помните, что вы лучшие, обязательно повторяйте себе это каждое утро и каждый вечер перед сном. Я хочу, чтобы после сегодняшнего вебинара вы сели и подумали, посчитали, пообщались со своими родными и близкими, поговорили с вашими спонсорами, без мотивации, без лишних давай-давай, просто осознали, что сейчас все переходит в онлайн. Если у вас, вашего бизнеса или вашего участия в бизнесе, вашего бизнес-аккаунта нет в онлайне, через 10 лет вы будете с голой задницей, к сожалению. И ваши дети и ваши внуки ничего о вас не вспомнят, кроме как, ну, то, что был хороший человек. Я считаю, что вы достойны оставить после себя вот такое своим родным и близким. Оставить после себя вот такие квартиры, вот такие дома родным и близким. По умолчанию, а просто потому, что когда-то вы нарвались на компанию Тайлз, которая была создана для того, чтобы создать лучшее бизнес-сообщество и лучшую компанию в мире с самым щедрым маркетингом. И которая за десятилетия создала вам такую основу и такой капитал вашей семьи, который будет из поколения в поколение передаваться, вспоминаться и обеспечивать благо получия вашей семьи. Удачи, счастья, пока. Субтитры создавал DimaTorzok